Деревня Бешкюнгей. Это почти Бешкек. Правда, 15 минут от столицы и ты словно в глухой деревне. Местами не показывают телевизоры, а главное, нет воды. Ее местные жители берут из источника. Идти до родника несколько километров. Путь лежит между домами, потом через огороды, потом по крутому спуску. Детей за водой мы вообще не отправляем. Сами видите, как здесь круто. Зимой будет еще сложнее. Мы еще близко живем, а есть такие, кто живут еще дальше. Все они приходят сюда, сверху, снизу. Сына за водой Улан и вправду никогда не отправляет. Сегодня он просто за компанию. Склон слишком крут, страшно даже взрослым. Улан каждый день работает допоздна. Носить воду приходится его жене, Салиме. Путь туда и обратно занимает у нее почти полчаса. Пока дойдешь, устаешь очень и спешишь домой. У меня там маленький ребенок. А это уже другая улица в Бешкунгее. Водопровод в доме у Аселеры Скельдиева есть. Только появляется вода раз в 3-4 дня. А иногда ее не бывает неделями. Утром воду дают и в 9 утра или в 10, иногда в час, непонятно, да? Как бы на 3 часа. Если утром на работу едем, то вообще без воды остаемся. Может и на неделю. Приходится с города везти воду. Что в такой ситуации делают пенсионеры и те, у кого нет машин, Аселя не знает. Говорит, жить без воды в Бешкунгее все давно приспособились. Не помыться, не постираться. Мы даже стиральную машинку не можем поставить сюда, чтобы постираться автомат, как обычные нормальные цивильные люди. Для стиральной машины нужна вода. Тут живем от города 15 минут езды, почти город. Все ездим работать в город, учиться в город. Проблема такая, не воды. Набрать воды во все емкости. За 3 часа Мурзагуль успевает наполнить все. Фляги, чайники, пустые бутылки. Когда воду дадут в следующий раз, она не знает. Деревенские депутаты воду собирали. По 500-200 сомов. Создавали комиссии. Говорили, что через кой этаж проведут воду. Но я уже никому не верю, что у нас скоро будет вода. Три года прошло, как трубу прорвало. Тогдашний руководитель все раскопал и бросил. Теперь вода в Бешкунгей подается через эту лопнувшую трубу. В яме собирается мусор. Грязная вода через трещины в трубах попадает в водопроводы домов. Чиновники начнут бегать, только если завтра отравимся. А до этого они ничего не сделают. Кто-то должен умереть или что-то должно случиться, наверное. Я дважды находил тут трупы собак, которые я потом закапывал вон там. Местные власти об этих утечках, как оказалось, знают. Но поделать, по их словам, ничего не могут. Нет денег. Зато по инициативе президента питьевую воду провели в два соседних поселка. В одном из которых Атамбаев недавно отстроил новый особняк. В прошлом году президент выделил деньги. В Койташ и горную маевку провели воду. А в Бешкунге население 4000 человек. На всех всего два насоса. Приходится наполнять резервуары, а потом дозированно давать воду. Чистая вода, по словам Канадбекова, появится в Бешкунге уже совсем скоро. Якобы оживительную влагу по одной из программ развития в поселок должны провести уже в следующем году. Дюбек Багалиева, Азат Антамаков. Настоящее время. Мишкек. Кыргызстан.